Зайку бросила хозяйка. Подождем остался зайка. Знакомые всем с детства стихотворения Агнии Барто подходят сюда как нельзя лучше. Картина типичная для многих дворов. Жители, пытаясь создать уют, идут на такие нестандартные дизайнерские решения. Здесь на Новосадовой 212. Игрушки – лишь часть антуража. У песочницы есть даже мягкий уголок. В шутку местные называют его пост охраны. Ну, кресло это мы принесли. С мусорки. Накроем. Они у нас уже не первый год. Они у нас третий год стоят. И все они? Да. Ну, которые сгнили, мы выбросили на помойку. Двор на Пензенской весь в цветах. Недавно получил приз от администрации железнодорожного района. Но и здесь на деревьях спрятались плюшевые украшения. Но вот насколько они уместны, тут мнения жителей разделились. Я как-то к этому не очень отношусь. А почему? Ну, они, во-первых, намокают, потом вид у них теряется. У меня кажется, что это на психику детей в негативную сторону будет влиять. Смотрится, как висельник. Здесь в округе их немало, к сожалению. Вот, все-таки в 21 веке живем, как бы не в каменных джунглях. Ну, красиво. Пока хорошие они, наверное. А когда уже они станут так, говорим, от солнца они… Тогда уберем. Цветущие клумбы, лебеди из покрышек или мягкие игрушки. Главное, что люди неравнодушны к своему двору и пытаются его украсить, говорит ландшафтный дизайнер Ирина Бойничева. Вообще-то, конечно, люди неравнодушны. Это здорово, что они что-то пытаются хоть сделать. У нас в процентах 50, наверное, городских жителей. Это дачники, а в душе еще и ландшафтные дизайнеры. Само искусство ландшафтное у нас пока не представлено. Это закрытое, как бы, часть искусства или закрытое искусство, которое существует для избранных. А хотелось бы, чтобы это было повсеместно. Есть надежда, что в будущем ландшафтное искусство проникнет в массы и появится баланс между металлическими мухоморами из тазов, старыми креслами и разноцветными клумбами. Пока ясно одно. В Самаре очень много неравнодушных горожан. И может, со временем их творческая энергия, направленная в правильное русло, даст свои дизайнерские плоды. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Константин Головин